И как всегда по традиции, после кинообзора мы проводим розыгрыш билетов в кинотеатр «Галактика». Пчелы, смешарики и фиксики на большом экране. Что посмотреть в кино? Веснушке придает ощущение озорства. Такое ощущение какого-то детства, такой вот солнечности. Фарфоровая кожа, яркие цвета и веснушки. Изучаем модные тенденции в макияже вместе с визажистом Татьяной Вялковой. Береженого бог бережет. Развиваем навыки пожарной безопасности. Доброе утро, дорогие друзья! Или лучше доброе-доброе утро. А может, всем привет? Да, творческий кризис подкрался незаметным. К сожалению, не всегда день начинается со стакана свежего житого сока и гениальных решений. Иногда морально-волевых хватает только на то, чтобы поднять свое тело с дивана, донести его до рабочего места, а потом назад домой. Но как тогда жить без вдохновения? Я думаю, что нужно искать какое-то решение. Пойду, спрошу совет у своих коллег. Выпускать пыл вовремя. Вообще у творческого человека не должно быть творческих кризисов. Я считаю так. Если наступил кризис, значит, пора уходить из профессии. Поспать. Это очень помогает. Превозмогать. Нужно просто взять все в кулак и делать свою работу. Так мы делаем новости. На календаре 5 мая, четверг, и мы начинаем. Сегодня, 6 мая, на Кольском полуострове ожидается пасмурная погода. Местами небольшой снег. Ветер восточный, юго-восточный, 5 метров в секунду. В Кандалакше плюс 1 градус. В Апатитах и Кировске минус 1, 0. В Никеле и Заполярном 2 градуса выше нуля. До 3 поднимется столбик термометра в Североморске. В Мурманске плюс 1, плюс 2. Небольшой снег. Удачного вам дня! Каждый четвертый пожар происходит в жилых домах. Его основная причина – неосторожное обращение с огнем, неправильное использование электрооборудования, неисправность электропроводки и перенапряжение сети. Вопрос пожарной безопасности очень важен. Поэтому сегодня мы начинаем утро с полезных лайфхаков, как обезопасить себя от пожара. Вместе с Татьяной Ульяновской мы разберемся, как можно делать, а как лучше не стоит. Доброе утро! Доброе утро! Выключай утюг, когда разговариваешь по телефону или уходишь. Доброе утро! Не перегружай сеть! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Уходя, выключай плиту! Доброе утро! Это лишь малая часть того, как вы можете обезопасить от пожара себя и окружающих Но как гласит народная мудрость, гор хоть стены оставляет, а пожар не оставляет ничего Так что к пожарной безопасности следует отнестись серьезно Всего вам доброго и берегите себя Юлия Константинова, Павел Критиков, ТВ21+. Что приготовили звезды, узнаете прямо сейчас Овны, чем шире вы распахнете дверь, тем больше света, свежего воздуха и гостей в них войдет Впрочем, последних можно и отфильтровать Тельцы, вам ни в коем случае не следует верить словам, верить можно только числам, и то не всем Близнецы, сегодня вас может буквально утопить в слезах человек, рожденный подводным знаком Так что знакомых раков, рыб и скорпионов лучше обходить стороной Раки, не будьте слишком серьезны Сегодня вы можете перестараться, внедряя в людей сознание о необходимости строгой дисциплины И снова здравствуйте Уверена, многие считают белых медведей милыми Но мало кто при встрече лицом к лицу с этим свирепым хищником рискнет почесать ему животик Увы, красотой этого прекрасного животного можно наслаждаться только издалека, как это и сделали мурманские моряки Нежданного гостя заснял член экипажа ледокола Вайгач По словам мужчины, Мишутка вплотную подобрался к правому борту судна в поисках пищи И ведь нашел! Голодного зверя кормили всей командой Кто колбасу бросил, кто шпик, а кто банку сгущенки Косолапый как следует подкрепился и побежал дальше по своим медвежьим делам Не знала, что белые мишки такие сладкоежки Наверное, поэтому они и нападают на людей Потому что в арктических льдах просто дефицит сгущенки Бедняжке остается им только посочувствовать Ну а прямо сейчас давайте узнаем, что будет далее в программе Мультфильмы для всей семьи Киноновинки недели Через тернии к звездам Знакомимся с фанатом известной франшизы Модный макияж на весну и лето Гость студии – визажист Татьяна Вялкова Сегодня день рождения отмечает известный композитор и продюсер Максим Фадеев Поздравление принимает актер, сыгравший Саахова в легендарной кавказской пленнице И инженера Брунса в фильме «12 стульев» Владимир Этуш А еще в этот день родился писатель, поэт, психолог и ученый Зигмунд Фрейд Доброе утро, дорогие друзья! Я думаю, вы все привыкли к тому, что наша студия постоянно трансформируется во что-то И сегодня как раз тот самый случай Сегодня у нас здесь салон красоты А все благодаря нашему стилисту-визажисту Татьяне Вялковой и модели Альбине Доброе утро! Девочки, что мы сегодня будем делать? Мы сегодня поговорим о трендах нашей весны То есть, что же у нас вошло в макияж, в моде Это после показов Лондона, Милана, всей этой высокой моды Вы видите 9 основных трендов То есть, самое главное Это для любительниц, кто не любит краситься Это естественный вид Вот так, как Альбина сейчас у нас выглядит То есть, это естественно гладкая кожа ухоженная То есть, это никакой туши Никакого карандаша для бровей То есть, это просто гель для бровей для укладки Легкий ровный тон Сияние И гигиеническая помада на губах Но это все сейчас мы будем чуть-чуть трансформировать Для того, чтобы показать эти тренды Альбина, ты обычно как красишься? Вообще, меняется твой макияж с приходом весны, лета? Становится ярче, может быть? Ярче мой макияж становится в зависимости от тех или иных событий, мероприятий в жизни Но в активные будни, в будни движения Хочется максимальной естественности То есть, утром буквально взмах туши, если на это есть время Блеск, когда уже озвучила прекрасная фея красоты То есть, максимально, то есть, все приближено к естественности Таня, а как сохранить прекрасный естественный тон При этом, не прибегая к тональному крему? Можно использовать просто базы для макияжа Они немножечко матируют кожу Кожа становится более гладенькой Они бывают с разными оттеночками То есть, в зависимости от того, какая у вас кожа И какой недостаток нам нужно скрыть Очень хорошо брать нежно-розовую Чуть-чуть золотистую Либо хотя бы просто базу прозрачную То есть, когда мы ее наносим У нас получается очень-очень красивая кожа Также, для того, чтобы коже было комфортно Вот я себе вот уже насыпала на ручку То есть, вот такие у нас базы Я насыпала мелко крашеный минерал Он прекрасно смешивается Либо с базой, либо с легким тоном Он кожу увлажняет Он не скатывается, не сваливается Даже плюс 30 Вы будете шикарно Будет эффект как раз легкой, свежей кожи Если у вас нет кисточек, прекрасно Мы используем пальцы Потому что именно благодаря им Мы можем нанести самый-самый тонкий слой тонального крема Но для тех, кто любит краситься Основной тренд этого сезона Это красные губы Ну, Таня у нас всегда в тренде В тренде, да, с красными губами Но при этом у нас очень легкие глаза Хотя они подчеркнуты черным И, соответственно, очень легкие брови То есть, мы практически стараемся не смешивать цвета И работаем в одном цвете Ну, так же, как ты сегодня у нас тоже в тренде То есть, тренд зашли Я в тренде? Да, все яркие оттенки Это розовый, зеленый, кислотно-желтый То есть, вот эти все цвета рыжие То есть, это прямо сейчас самый-самый писк Яркие цвета, это как цветотерапия Они дарят нам радость Они влияют на подсознание И у нас настроение намного улучшается Поэтому, видать, после серой зимы Хочется яркости всем дизайнерам Людям И ввели такие вот яркие оттенки в моду Я думаю, у всех поднимется настроение Улучшится самочувствие Вот поэтому у нас такая яркая студия Мне кажется, сюда можно приходить И заряжаться позитивной энергией Мы перейдем к бровям Брови у нас будут очень естественные И мы пройдем просто гелем Мы их расчешем Поднимем, зафиксируем Тени мы будем использовать рыжего оттенка То есть, все персиковые оттенки Это также относится к помаде на губах Чуть-чуть персиковых румян И персиковые яркие тени То есть, мы можем доходить до Очень яркого, насыщенного цвета Я возьму прямо рыженькие Практически мы перестаем красить нижние ресницы Чтобы придать максимально естественный взгляд натуральный Ну, еще будет лучше, если у нас будет вообще коричневая тушь Ну, а если зеленая, то это будет просто показа высокой моды Все, сейчас мы приступим к веснушкам Веснушке придает ощущение озорства Такое ощущение какого-то вот детства Такой вот солнечности Мне кажется, здесь вообще к того, что гораст Можно, наверное, чем угодно их нарисовать Да, то есть, мы их рисуем либо обычным карандашом для бровей Либо, кто хочет поярче, мы используем лайнеры Ну, естественно, коричневым цветом То есть, черный мы не берем, это будет немножко рисковатка Лайнеры, это которыми глаза подводим? Да, то, что мы подводим в виде фломастера То есть, это любые подводки, любые лайнеры Мы используем веснушки Можно рисовать разными размерами И поярче, и побледнее То есть, веснушки у нас в основном находятся на носу То есть, мы слегка вертикально будем Они у нас не только круглые, но и чуть-чуть овальные Веснушки у нас улезает, когда солнышко Когда у нас личико чуть-чуть обветрилось Именно там, где касается солнца То есть, верхняя часть скулы Мы делаем легкий румян Также в моде у нас сияние кожи То есть, мы можем добавить чуть-чуть хайлайтера И пройти даже по всему лицу То есть, это не только скулы, подбородок А все лицо разрешили нам делать сияющим Все? Можно Да, твой новый образ готов Обалдеть Я даже не думала, что при наличии сохранения естественного образа Можно добавить какие-то акценты И особенно этот оранжевый Ты посмотри, какие стали яркие глаза У тебя усилилась радужка И глаза стали более зеленые А если накрасить ярко-розовым или красным Они будут еще зеленее Таня, тебе нужно было тоже сделать яркие глаза И тогда бы мы все втроем сочетались Общество ярких глаз Друзья, оставайтесь всегда в тренде Будьте красивыми И смотрите нашу программу, конечно Пока-пока Прямо сейчас продолжение гороскопа Львы Вполне возможно, что вы действительно двигаетесь в неверном направлении Стоит серьезно пересмотреть свои планы Девы Посидите некоторое время на кухне Послушайте семейные сплетни Узнаете много интересного Весы Вы будете преисполнены энергией Которая будет требовать немедленного выхода Все зависит от вас Скорпионы Не бойтесь сообщить о своих чувствах Человеку, которому вы их питаете Сегодня как раз тот день Когда это следует сделать Доброе-доброе утро Продолжаем просыпаться Вон на деревьях уже набухли почки Кто-то скажет Ерунда А для нас, северян По-моему, отличный повод для радости Мы вообще здесь, на севере Очень любим праздники Любые Так что предлагаю посмотреть Как мурманчане отметили день танца Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, потанцевали немного И хватит В ритме танго Двигаемся дальше Прямо сейчас узнаем Что будет в финальной части выпуска Двадцать шесть лет В рядах поклонников Андрей Иваненко И его звездное увлечение Идем в кино Смотреть мультики Обзор новинок От Ивана Герасимова Сегодня, шестого мая На Кольском полуострове Ожидается пасмурная погода Местами небольшой снег Ветер восточный Юго-восточный Пять метров в секунду В Кандалакше Плюс один градус В Апатитах и Кировске Минус один, ноль В Никеле и Заполярном Два градуса выше нуля До трех поднимется Столбик термометра В Североморске В Мурманске Плюс один, плюс два Небольшой снег Удачного вам дня! Доброе утро! Еще в декабре 2020-го Стриминговая платформа Disney Plus Анонсировала свои планы На несколько лет вперед И самый большой ажиотаж Вызвало появление Буквально с десятка Новых сериалов Связанных с героями И событиями Киновселенной Star Wars И это еще не считая Новых полнометражных картин Интересно, а что же Творилось в этот момент На душе у поклонников Этой самой вселенной? Давайте узнаем У одного из них Миллионы поклонников По всему миру Буквально в каждой стране И чуть ли не в каждом городе Звездные войны Детище Джорджа Лукаса Прочно вошли в поп-культуру И не теряют своей актуальности Даже спустя полвека В стройных рядах поклонников Находится и мурманчанин Андрей Извести о новых планах В киновселенной Звездных войн Он воспринял С воодушевлением Впервые Андрей узнал О Звездных войнах Будучи трехлетним ребенком Сюжет ему тогда Остался непонятен Но стилизация и визуализация Завлекли с первой минуты просмотра С возрастом Увлечение далекими галактиками Не пропало А лишь усилилось Да я в принципе Из детства на них вырос Потому что отец все время Ставил кассеты Со Звездными войнами Поэтому вот атрибутика Шлема, костюма Мне это больше всего нравилось И вот спустя 26 лет Начал реализовывать Свою детскую мечту Коллекция Андрея Насчитывает более сотни позиций От комиксов До коллекционных фигурок Выпущенных ограниченным тиражом Один из первых экземпляров Шлем штурмовика С него все и началось Пополняется коллекция Во время распродаж По всему миру При этом Андрей Активно обращается к американским интернет-магазинам Говорит, что иногда Там находятся действительно Уникальные экземпляры У меня вот есть друг С ним на Комиконе Как раз познакомился Макс Он с Великого Новгорода И он занимается как раз Шлемами Он их отливает Так что иногда Если есть какие-то интересные позиции Я их выкупаю на ebay Отправляю ему Он их отливает И в тираж допускает Мне нравится это В принципе Я конечно всем говорю Потому что Когда захочу Я это все продам Если мне надо будет Но я не захочу Расстаться с ними Будет невозможно Интересно Но при этом Яростным фанатом Киновселенной Андрей себя не считает Больше коллекционером И глядя на этот Необъятный мир Понимаешь Стремление человечества К звездам К новым Неизведанным мирам И галактикам Александр Сняев Виталий Попков ТВ 21 плюс Официальный курс Доллара США Установленный Центральным банком России На сегодня 6 мая 74 рубля 86 копеек Курс евро 89 рублей 77 копеек 10 норвежских крон Сегодня равны 89 рублям 87 копейкам Всем доброе утро Сегодня четверг А это день в России Кинопремьер Мы рассказываем вам О новинках Которую можно увидеть Во всех кинотеатрах И отлично провести Время всей семьей И начнем мы С легендарного Мультфильма История которого Началась еще В прошлом столетии Тогда немецкий писатель Вальдемар Банзельса Опубликовал детскую книгу Где главным героем Стала пчелка По имени Майя Затем В 75 году Японская компания Экранизировала Эту книгу В виде Анимационного сериала С тех пор Было еще Несколько Экранизаций И вот В этом году Сейчас выходит Очередной Мультфильм Под названием Пчелка Майя Медовый движ Не бойтесь Королева Солнечный камень На этот раз Сказочное И опасное Приключение Упрямой пчелки И ее лучшего Друга Вилли Начинается После спасения Принцессы Муравьишки Полосатым Летунам Предстоит Побывать В необычно Новых мирах И проверить На прочность Свою дружбу Не знаю Что это за шар Но я вижу Он особенный Лови Мы сегодня Собрались здесь Для того Чтобы обсудить Одну из главных Проблем Современного Общества Еще одна премьера На этот раз Российского Продакшена Смешарики И друзья в кино Выпуск первый Мультфильм Объединяет Известных персонажей Из разных Мультимиров В один На большом Экране Встретятся Смешарики Фиксики И Бодобородо Чтобы узнать Тайну Прошлого Пина Популярность Эфилевой Башни И многое другое Останутся Только Воспоминания Добро пожаловать На Ковчег Где все Звери Спаслись От ужасного Наводнения Закончим Обзор Еще одним Мультфильмом Упс Приплыли Премьера Которого Уже состоялась Но в кинотеатрах Продолжаются Показы Эта история Переносит нас Во времена Великого Потопа От которого Спасает Зверей Ковчег Спустя полгода Скитаний У пассажиров Судна Начинают Сдавать Нервы Единственное Решение Сойти На землю Где будет Простор И еда Лучиком Спасения Становится Найденный Остров Но его Обитатели Не совсем Рады Новым гостям И как всегда По традиции После кинообзора Мы проводим Розыгрыш билетов В кинотеатр Галактика На любой Фильм В любое Удобное Для вас Время Их Получит Тот Кто Первым И правильно Ответит На вопрос Внимание В каком году Немецкий писатель Вальдемар Банзельса Опупрыговал книгу Приключения Пчелки Майи Свои ответы Присылайте Нашу группу ВК Удачи И вновь За советом К звездам Стрельцы Не пытайтесь Составить мнение О качествах Того или иного Человека Весьма Велик риск Ошибиться Козероги Сегодня вы Забудете Обо всех Своих Проблемах Вам предстоит Занятие Настолько Интересное Что о них Просто некогда Будет вспоминать Водолеи Не дайте себе Впасть в Лихорадочную Спешку Пытаясь Успеть Переделать Все намеченное На сегодняшний День Вы лишь Усугубите Ситуацию Рыбы Попейте Кофейку В приятной Компании Велика Вероятность Того Что последующие Дни Будут Напряженными Так что Готовьтесь На сегодня Все Друзья Пора Прощаться Берегите себя И пусть В вашей жизни Всегда будет Место Для хорошего Настроения Пока-пока Пока-пока Продолжение следует...